Здравствуйте. Меня зовут Илья Душин, я исполнительный директор компании Combox Technology. Мы занимаемся разработкой и внедрением системы объектной видеоаналитики в различных сферах бизнеса. Сегодня я попробую подробно рассказать об кейсах и опыте внедрения системы объектной видеоаналитики и системы искусственного интеллекта прикладного уровня, и в том числе об интеграции систем компьютерного зрения с существующими системами РТА. Сначала давайте определимся, что же такое видеоаналитика и как эта технология работает. На входе у нас идут потоки с камер видеонаблюдения, по которым входящий поток разбивается на фреймы. Фреймы отдаются какому-либо фрейморку, например, Intel Open Vine, либо Huawei ACL, и запускается процесс инференса, то есть процесс детекции, классификации, сегментации, либо иных действий относительно изображения. На приведенном примере два кейса, когда цельную задачу ставится под счет входящих пассажиров в автобусы. Кейс очень легко разбивается на решение реальных бизнес-задач. Проблема этого кейса в том, что в автобусной парке водитель в конце смены сдает количество проданных билетов. И нужно подсчитать количество реально перевезенных пассажиров с количеством проданных билетов. Для этого нужно подсчитать реально, сколько людей вошло и вышло. Раньше эти задачи решались путем тайного пассажира, который садился рядом с входной дверью и при помощи специального устройства кликера считал количество входящих и выходящих. При помощи дооснащения автобусов High-Angle Cameras, то есть установка камеры на дверь, можно использовать нейронные сети. В данном случае мы используем сетки технологий MobileNet и SSD, это детектор и классификатор, который позволяет нам задетектировать объект на фрейме и после этого классифицировать этот объект как голову и дальше при помощи алгоритмов траекторного анализа установить направление движения. Направление движения здесь устанавливается по пересечению определенных зон. То есть вот на картинке первой видно три зоны. Если человек пересек две из них, то мы можем посчитать направление движения и сказать, входит он в автобус или выходит. В конце путем наложения статистики по перевезенным пассажирам на конечном проданном билете появляется возможность установить наличие мошенничественных действий со стороны водителя. Это используется в коммерческих автопарках, при этом есть возможность применения данных систем, в том числе и на социальных маршрутах, для получения статистической информации по загруженности маршрута и распределению трафика во время. Другой пример использования видеоаналитики справа на картинке – это, соответственно, детекция нарушений правил дорожного движения. В данном случае это переезд железнодорожных переездов под запрещающий красный сигнал светофора. Так, киснет на самом деле… Сейчас. Продолжение следует... Прошу прощения, сейчас как-то все зависло, поэтому не знаю, честно говоря, где остановился. Соответственно, в общие слова про видеоаналитику я проговорил. Сейчас перейдем к третьему слайду, где вообще можно применять систему компьютерного зрения и какие задачи решать. Во-первых, это статистика и аналитика. То есть, вот как приведем, например, это подсчет людей, пассажиров, либо посетителей внутри ритейла. Здесь, то данный кейс и применение технологии компьютерного зрения позволяет нам внедрить те инструменты, которые давным-давно применяются и используются в онлайне, в офлайн. Например, построение тепловых карт в ритейле. Либо наложение, получение CTR отношения количества посетителей, количества покупателей. То есть, подсчет количества вошедших, классификация полувозрастного портрета, проходящего трафика посетителей и конверсия посетителей в покупателей. Вторая большая задача – это безопасность. Вот она очень сильно пересекается, на самом деле, со следующей задачей – это охрана труда. И здесь в английском, наверное, терминология, она более правильная и более полная. То есть, это security и safety. Если мы говорим о безопасности, то это дополнительный фактор в авторизации. Здесь хороший кейс относительно использования лица как дополнительного фактора. На производствах у нас был один из кейсов – это внедрение и использование… Опять, сейчас сломалось. Система. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И используются три фактора... Первый фактор это RFID-метка. Второй фактор это... Стоголь в крови. Так, вроде... Слышно? Да, вроде как да. Следующий пример – это использование видеоаналитики в охране труда. Первая самая популярная задача – это, собственно, задача контроля периметра. Есть определенные зоны, где не должно быть персонала в случае, если работает текущее оборудование. Это детекторы людей и, соответственно, разметка в виде зон тех данных, которые мы получаем с камерой. Хороший пример – это детектирование факторов. Служба охраны труда, она внедряет средства индивидуальной защиты для минимизации последствий травм со стороны персонала. Они выполняют периодические проверки, но периодические проверки не гарантируют, что люди носят и используют средства индивидуальной защиты всегда. Использование видеоаналитики путем дооснащения существующих камер видеонаблюдения позволяет детектировать и контролировать факт ношения СИС постоянно и на основе, если вдруг найден человек без средств индивидуальной защиты, фиксировать соответствующие события внутри локальной системы учета для проведения дальнейших разъяснений. Рассмотрим, собственно, рынок нейронных сетей и искусственного интеллекта. Мы видим неоспоримый рост, который начался ориентировочно с 2016-2017 годов, а после этого количество решений именно системы искусственного интеллекта прикладного уровня растет по минимуму в два раза относительно предыдущего года. И на текущем этапе этот рост будет только усиливаться и расти вплоть до 2025-го. Это данные агентства «Трактика» по маркетинговому агентству по ближайшим перспективам относительно доходности и роста количества решений. Задача распознавания документов. Любопытный кейс, когда заказчикам поступала американская компания International Automobile Association, они выдают международное водительское удостоверение. Соответственно, у них есть онлайн-форумы, где человек прикрепляет существующие документы, национальное водительское удостоверение, плюс заполняет заявку. Раньше данные сверялись с оператором вручную, и проверялся факт, что текущее водительское удостоверение настоящее, что оно действующее, и что информация, которая вбивается вручную человеком, соответствует тому, что указано у него на реальном документе. Этот процесс легко автоматизируется. Соответственно, была обучающая выборка по различным типам прав различных стран, настроен классификатор, который определяет, является ли документ вложенный настоящим водительским удостоверением, либо нет. В случае серакта мы использовали компьютерное зрение и распознавание для того, чтобы сверять с данными, которые человек запомнил в форме. Если данные совпадают, соответственно, международное водительское удостоверение, перевод национального водительского удостоверения выдается автоматически, если данные не совпадают, то отдается на ручную обработку оператору. Оператору, соответственно, резко сократилось количество заявок, которые он должен обрабатываться вручную. Он обрабатывает только фактически те заявки, у которых у системы компьютерного зрения есть подозрение на то, что данные не верны. Это пример классический по распознаванию и детекции номеров. Единственное, что в данном конкретном решении, помимо детекции распознавания номера, используется еще и классификация транспортных средств по маркам и моделям. Здесь кейсы эффективности решения можно привести на примере автоматизации мойки. Проблема в том была, что операторы при заезде транспортных средств, особенно ночью, когда нет владельцев управления, и легко. Соответственно, как только появился детекция распознавания номеров, в этом случае все машины, которые заезжают в бокс, появляются во внутренней системе учета. Помимо контроля количества посещений, появилась возможность идентификации транспортных средств и вывода ранее оказанных услуг. Это упрощает взаимодействие клиента и компании, которая эти услуги предоставляет. Это пример комплексного значения производства, когда у нас в зоне въезда используется существующие видеокамерные наблюдения для распознавания номеров с возможностью автоматического проезда по факту наличия номеров в белых списках. Дальше внутри производства, вокруг активного оборудования, ставятся камеры, на которых размечены зоны. И в случае, если человек попадает в синюю зону, в этом случае срабатывает звуковое предупреждение, что не должно быть людей вокруг работающего оборудования. При попадании человека условно в красную зону происходит интеграция с оборудованием и плавное отключение оборудования. Также на производствах часто используются дополнительные детекторы, которые снизу показаны. Например, детекция факторов курения и детекция ношения средств индивидуальной защиты. Так, дальше. Ай-яй-яй-яй! Продолжение следует... 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 неэффективна, тем более датчики, существующие, не позволяют, например, детектировать факт курения вейпа. Но при этом, если подобные нарушения есть, у компании могут появиться издержки с точки зрения имиджа компании, потому что следующий человек, который возьмет эту же машину в аренду, будет недоволен, пожалуется, потребуется подменная машина и так далее. И данное решение универсальное, достаточно простое с точки зрения установки. Остаются две фронтальных камеры, железка для инференса и после этого подоставляется доступ к событиям. При этом никакой информации, кроме изображения, внутри системы видеонаблюдения не используется и не получается. Но по факту получения этой информации внутренней системы учета, наложения данных о том, кто взял машину в аренду и фотографии дата-время геолокации, можно уже персонализировать нарушения. Так, сейчас попробуем перейти к следующему слайду. Давайте поговорим о применяемых технологиях. Что с точки зрения нейронных сетей происходит, это сбор датасетов. Обычно это осуществляется в рамках пилотных проектов. То есть сначала получаются исходные данные, после этого данные размещаются, то есть разбирка датасета. Рекомендую посмотреть, кому интересно, инструментарий со стороны компании Intel, это Intel SWAT, Computer Vision Annotation Tool. Он позволяет достаточно быстрому множеству пользователей разместить имеющийся датасет с точки зрения обучения детектора или классификатора. У нас есть два глобально больших процесса. Первый, собственно, процесс, это... Ну, даже три процесса. Первый процесс – это сбор и обработка исходных данных, формирование датасета. Второй процесс – это обучение нейронной сети. И третий процесс – это исполнение нейронной сети. С точки зрения обучения выгодно использовать GPU, то есть видеокарты. А вот с точки зрения inference, то есть исполнения нейронной сети, имеет смысл обратить внимание на сторонние праймворки, такие как Intel OpenWire либо Huawei A.C. В этом случае полученная модель нейронной сети конвертируется перед исполнением для более дешевого использования внутри краевых решений, так называемых Hedge Computer. Нам очень понравился OpenWire тем, что это позволяет минимизировать стоимость эксплуатации решений в разрезе доллар на FPS, доллар на фрейм. Фишка OpenWire в том, что одна и та же сконвертированная модель может исполняться на любых устройствах Intel, начиная от ядер процессора, ну, то есть напрямую на CPU, заканчивая встроенной графикой внутрепроцессора различными ускорителями, выпускаемыми компанией Intel, например, WPU и Intel Mavideos, и в PGA, если мы говорим об эксплуатации, например, внутри центров обработки данных. Значит, с точки зрения краевых решений, использование ускорителей позволяет, в принципе, на самом дешевом индустриальном железе расширить его возможности с точки зрения исполнения и работы нейронных сетей на краю. Значит, сам премьер называется Intel OpenWire Toolkit, внутри него используется так называемый Intel OpenWire Optimizer, который позволяет оптимизировать нейронную сеть без потери качества. Здесь любопытно обратить внимание на ускорители, которые могут использоваться в краевых решениях. В принципе, три самых любопытных и интересных, на которые имеет смысл обратить внимание. Это MoVideus, который бывает в разных форм-факторах исполнения, начиная, собственно, от нейростика, то есть USB-донгла, который можно влоткнуть в любую железку и получить работающий ускорительный нейронный сетей, начиная от обычного компа, заканчивая любой краевой железкой. Так и плат решения в индустриальных форматах, то есть M2, например. Так, опять все сломалось. Понятно, когда. И непонятно, когда.